Поводом для беспокойства стал генеральный план Ростова, где две трети рощи предназначены под застройку очередным жилым комплексом. Я считаю, что если сейчас вырубать, ликвидировать эту рощу, это легкие, не только нашего района, это легкие больше половины Ростова. Потому что таких массивов, ну еще вот на Вятской, вот там еще роща есть, вот с двух сторон, все, остальное все уже застроено и загажено. Кроме этой рощи в Александровке нет ни парков, ни скверов. Чтобы успокоить жителей, им обещали здесь благоустроенный парк, но только выложили тротуарные плитка и аллею вдоль объездной дороги. Даже скамейк не поставили. Не вырубать деревья, а по местности уже смотреть, что здесь можно сделать. Здесь пустырей в роще хватает. Если там кто-то там может конкретно что-то на пустыре сделать, надо рассматривать и делать. А так как вырубили и бросили, так это неправильно, я считаю. Митингующие требуют изменить генплан Ростова и придать роще статус зоны рекреации с запретом строительства любых капитальных объектов. Любой генеральный план, он подразумевает развитие города. Наш генеральный план, к сожалению, сегодня подразумевает удушение города. То есть мы на генеральном плане, на том месте, где сегодня растут деревья, рисуем дома. А это в корне неправильно. Та же Москва, посмотрите, мы все привыкли показывать на Москву как образец. Никто, ни у кого в голове не хватает даже мысли застроить, скажем, бицепский парк или построить там 25 этажей на Лосином острове. Беспокоит людей и то, что скоро на месте нынешнего аэропорта построят новые жилые дома. Как следствие, заглазованность района увеличится, а деревьев и кустарников, способных очищать воздух, не будет. Анастасия Натальевич, Фатима Зурабова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону.